МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительную индустрию стимулируют государственные заказы. В Чувашии сейчас реализуется целый ряд масштабных программ. В муниципалитетах возводят детские сады и жилые дома для переселенцев из ветхого жилья. Сегодня глава республики отправился на строительные объекты с инспекцией. Особое внимание Михаил Игнатьев обращал на качество работ. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В детском дошкольном учреждении поселок Ольгешево нуждается давно. Этот микрорайон развивается быстрыми темпами. Здесь проживает большое количество молодых семей. Сколько детей сегодня с этого микрорайона? По разным причинам им приходится вывозить другие садики. Здесь приблизительно 150 мест. 150. Здесь 400 мест будет. Хотим на 340 будет. 340? Да. И с этого микрорайона практически дети из какого периода попадут сюда? Ну а трех лет-то закрываем. Садик поставить не будет? Нет, садик не будет поставить. По рождаемости, как сейчас идет здесь, здесь же в основном все равно молодые семьи. Да, рождаемость высокая здесь. Современный микрорайон. Глава республики отметил, что строительство объекта должно завершиться в отведенные сроки. Отставать от намеченного графика сейчас недопустимо. 1 августа я там посмотрел. Объект должен быть сдан в эксплуатацию. Аккуратно все должно быть, чтобы дети, приходя сюда, радовались. Подрядчики уверены, что с поставленной задачей справятся. Основные работы уже завершены. Сейчас здесь устанавливают окна, штукатурят стены и прокладывают коммуникации. В детском саду намерены открыть музыкальные и спортивные залы, а также оборудовать бассейн. Глава региона потребовал использовать для отделки только материалы высокого качества. Экономить на детях недопустимо. Я, наверное, сразу материал посмотрел, что за материал. Так что, если на самом деле по сертификату не тот, который в проекте заложен, снимите и переделайте пускай. Потом, потом, когда садик ведет эксплуатацию, вам придется учиться. Вообще, в этом году в столице республики построят 4 детских сада. До сентября необходимо реализовать и другую масштабную программу. Сейчас в столице региона возводят новые дома для переселенцев из аварийного жилфонда. В этой многоэтажке по улице Богдана Хмельницкого новоселье отметят порядка 200 семей. Каждый день строители совершают своеобразные рекорды. Задача и действительно амбициозная. Этот жилой дом должен быть сдан уже в августе. Работа налажена в три смены. Тут все двухкомнатные и четырехкомнатные. Семьи большие есть. Сейчас в Чебоксарах реализуют четвертый этап программы. Из бюджета на строительство домов было выделено более 1 миллиарда рублей. Подрядчики говорят, что гарантированный госзаказ стимулирует развитие индустрии. В условиях кризиса, конечно, наблюдается в строительной организации тоже некоторая недозагруженность. Коль программа существует, коль надо ее в сжатые сроки выполнять, мы за нее взялись и порешили для себя так. Давайте лучше мы более напряженно поработаем всем коллективам этот период. Ну и люди будут более напряженно не расколаживать, работать полностью. Программу ликвидации аварийного жилья республика выполняет успешно в 14 муниципалитетах. Работы завершены. Хотя условия они непростые и те подрядные организации, которые на самом деле публично ответственно работают, для них этот все-таки инструмент, я сказал, удержания, стимулирования. Если взять регионы Привовска и Федерального округа, по первому кварталу, 7 регионов только дали с плюсом динамики, в том числе Чувашская республика. Как регионы будут реализовывать программу в будущем обсуждали недавно в Кремле. По прогнозам, через 8 лет в стране признают аварийными более 40 миллионов квадратных метров. Глава республики предложил создать постоянно действующие механизмы переселения граждан. Решение о степени участия государства переселения из аварийных жилья должно приниматься с учетом социального статуса проживающих на основе принципа социальной справедливости. Дальнейшая реализация программы должна стимулировать трудососовных граждан, прилагать усилия для самостоятельного улучшения своих жилищных условий по действующим государственным и региональным программам. Регионы, которые выполнят программу в срок, президент страны предложил поощрить. В республике подрядчики намерены сдать жилые дома раньше намеченного срока. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. В этом сезоне дачникам республики не очень везет, и речь не про погоду. Дело в том, что садоводы и огородники – это в основном пенсионеры, которые входят в ту или иную льготную категорию граждан. А льготные произны с этого года отменили. Вернее, как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, изменился механизм предоставления льгот. О том, во сколько теперь обойдется собственноручно выращенный урожай Ольга Пырочкина. Один раз съездили, посадили, второй раз – такими ценами на билеты поедут уже собирать урожай. Грустно шутят подруги по несчастью – дачницы Нина Александровна и Анфиса Михайловна. Проезд до их участков в один конец стоит больше 60 рублей. Если ездить хотя бы через день, в месяц выйдет около 2000. Впрочем, этим дачницам относительно повезло. На данном направлении, на деревне Шоркино, можно купить проездной. Я вот купила, потому что мне каждый день приходится ездить, 1727 рублей. Проездной я купила. А раньше мы 600 рублей платили. Вот сейчас хоть куда можно было. Мы таким с удовольствием. Там как-то это было. Сейчас один ночью. 600 рублей до этого года стоил единый, так называемый, ветеранский проездной. Он позволял ездить по городу на троллейбусах, автобусах и по межмуниципальным маршрутам. Как раз на дачу. При такой цене основной перевозчик, Чуваш Автотранс, возил людей в убыток себе и оказался в шаге от банкротства. Теперь проездные льготники покупают по полной стоимости, а затем им компенсируют часть затрат. Если раньше льготники, имея при стоимости проездного билета 750 рублей или 700 рублей, оплачивали сразу 600, только 600 рублей, остальные 150 рублей возмещал бюджет, то на сегодня, как мы уже сказали, для введения более адресной поддержки, определения нуждаемости населения, введен другой механизм. Сначала наши ветераны покупают проездной билет за 750 рублей, и после этого мы оплачиваем им 150 рублей из бюджета республики. 750 рублей – это Сергей Димитриев говорит про автобус по городу. Если гражданин льготной категории решит купить два проездных, например, на автобус или троллейбус по Чебоксарам и на дачу, то компенсацию в 20% все равно получит только по одному из них, и не более 150 рублей. В то время как стоимость проездных по дачным маршрутам может доходить до 3,5 тысяч. И то купить их можно только по 26 маршрутам следования из Чебоксар и Новочебоксарска. Частные перевозчики проездные не продают, а нет проездного, нет и компенсации. Хотим еще раз обратить внимание, что в той сумме пенсионной, которую получают на данный момент граждане, уже заложено как минимум 500-600 рублей, это было из 2005 года заложено, транспортная составляющая. Просто про это потихоньку все забыли. Помнят ли пенсионеры про данный факт или нет, результат один. Для многих, учитывая другие расходы, например, налог на землю, выращивать свои овощи теперь накладно. Вот я сейчас отдала проездной, да, а потом 2 тысячи сейчас в конце мая будем за землю платить. 5 тысяч за месяц, да я на базаре с головкой все куплю. Так или иначе, главная задача Минтранса – обеспечить перевозки, чтобы люди физически могли добраться до той или иной точки республики. В убыток ни одна компания пассажиров возить не будет, а значит, чтобы автобусы не перестали ходить совсем, жителям придется изрядно опустошить свои карманы. Из хороших новостей – с 1 июня можно будет купить проездной на пригородный железнодорожный транспорт. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Расиль Мухаммедов, Республика. Две недели на полях Великой Отечественной. Чебоксарские поисковые отряды вернулись с вахты памяти из Ржевского района Тверской области. Об итогах экспедиции в нашем материале. Штык, солдатские фляжки и каски, патроны и даже костью домино. Рядом предмет, похожий на шлем древнерусского богатыря, на самом деле часть снаряда «Катюши». Олег Тюнтеров, руководитель экспедиции, показывает находки. Всего чебоксарские поисковики отыскали более 30 предметов военных лет. Хлорница. Немцы был народ такой, очень, скажем так, цивилизованный, культурный. Они сюда сыпали хлор и потом, когда пили воду из российских рек, озер, ну и они считали, что они элитная такая раса, сыпали хлор, обеззараживали и потом только пили воду. Но вещи не главное. Это попутный результат. Цель каждого поисковика – найти останки солдат, чтобы забытые бойцы вновь обрели имя. Андрей Смелов уже выезжал в Ленинградскую область и под Севастополь. В раскопках он уже не новичок. Чебоксарские ребята подняли останки четырех бойцов – двух красноармейцев и двух немцев. Нашли сначала минометную коробку, где были мины для миномета. Также мы нашли диск ППШ и также фрагменты портупеи. Мы начали копать глубже и нашли уже домино того времени и также мы нашли вилку. То есть мы думали, что это советский солдат, то есть офицер может быть даже. В конечном итоге оказалось, что это немец. Но в любом случае это тоже отрадно, мы вернули еще одного человека с той войны. Территорию района называли и Ржевским котлом, и Ржевской мясорубкой. На этих полях полегло почти два миллиона солдат. В этих местах воевали и наши дивизии, которые были сформированы в городе Чебоксар, 354-я стрелковая. И плюс в соседнем Бельском районе воевала 135-я стрелковая дивизия, которая на 40% стала из наших земляков, из уроженцев Чувашии. Шаг за шагом, метр за метром. В экспедиции участвовали более 500 поисковиков из Казахстана, Германии, России. За две недели раскопок удалось найти останки 300 советских солдат. Их похоронили со всеми воинскими почестями в одной большой братской могиле. Более тысячи бойцов, найденных за последние годы, наконец, обрели покой на родной земле. Татьяна Леонтьевна, Сергей Адушкин, Республика. Несмотря на то, что очередной День Победы уже стал историей, ветеранов продолжают поздравлять. Сегодня депутат Государственной Думы России Алена Аршинова и депутат Государственного Совета Николай Николаев встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Нас много, мы начнем заходить, да? Можно вам сразу трубку пожать, вашу мужественную? Говорят, вы на Северном флоте служили? Да. А мы с подарками. Разрешите вас поздравить с прошедшим Днем Победы, с самым замечательным, самым плавным праздником. Гвардия-старшина Мария Кожевникова служила на Северном флоте. Награждена орденом Отечественной войны второй степени и медалью за оборону Советского Заполярья. Достойно звания отличника военно-морского флота. Я одна участвовала, весь народ советский, не зря был призыв. Поздравили с Днем Победы и супругов Георгия Савинова и Антонину Янаслову. Георгий Иванович дошел до Берлина. Антонина Ивановна воевала в составе 324-й дивизии, сформированной на территории Чувашия. Была телефонисткой, участвовала в боях на Курской дуге. 9 мая, День Победы, это национальный праздник и очень важно делать все возможное, чтобы наши исторические факты не искажались. И очень важно сделать все возможное, чтобы не переписывалась история. У нас есть живые участники войны, которые сами, вне зависимости от того, что многим больше 90 лет, встречаются с молодежью, встречаются со школьниками, рассказывают о своих подвигах. Ведь многие медали, которые они носят на своей груди, за каждой этой медалью стоит подвиг, своя история, которую должны знать. Мы слышали историю, как тяжело не просто было детям, 12-13 лет работали в тяжелых условиях. И у меня в семье оба дедушки тоже принимали участие в Великой Отечественной войне. Оба получили ранения. Конечно, для нас это большой семейный, самый главный праздник страны. В МВД Республики вспоминали и чествовали своих героев Великой Отечественной, сотрудников органов внутренних дел. Министр Сергей Неяскин и председатель Совета ветеранов Михаил Киселев лично поздравили одного из фронтовиков. Архип Иларионович Иларионов в этом году День Победы встречает на больничной койке. Он проходит лечение в госпитале, но поздравления принимает. Дорогой ты мой, здравствуй, заступающим праздником, дорогой ты мой. За плечами Архипа Иларионовича война и годы службы в стрелковых войсках. Он награжден Орденом Отечественной войны 1941-1945 годов второй степени, Орденом Красной Звезды и многими медалями за победу в войне. Отмечен труд Архипа Иларионовича и в мирное время. У ветерана немало ведомственных наград и почетных грамот. Вот мы дали на дно. Это памятная книга сотрудников органов внутренних дел. В 1945-1945 годы кто был в системе МВД. А вот, пожалуйста, Иларионов, Архип Иларионович. Несмотря на солидный возраст, фронтовик и сегодня крепок духом и хорошо помнит свои военные будни, о которых за чашкой чая он рассказал почетным гостям. Также министры внутренних дел Чувашии вместе с членами общественного совета и ветеранами ведомства почтили память тех, кто погиб на полях Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к памятнику в сквере защитников правопорядка, а также у монумента воинской славы в парке Победы. В детском технопарке Кванториум состоялась региональная олимпиада по 3D-технологиям. В ней приняли участие более 60 школьников со всей республики. Соревнование проходило по трем направлениям – научно-техническое творчество, художественное творчество и компьютерное 3D-моделирование. Тематика заданий была посвящена 72-й годовщине Великой Победы. К выходным синоптики обещают повышение температуры, а это значит, что многие жители республики выберутся на природу. И самая распространенная для них опасность по весне – это клещи. Их боятся, от них пытаются защититься, о них много говорят, но мало знают. Сегодня мы попробуем рассеять самые распространенные мифы о клещах. Миф первый. Все клещи опасны. Это не совсем так. В мире насчитывается более 40 тысяч видов клещей. Переносчиками опасных для человека вирусов являются только два – таежный и лесной европейский. При этом и они не всегда заражены. Не специалисту в этом трудно разобраться. Установить вид клеща и оценить его опасность могут только в специализированной лаборатории. В прошлом году было всего исследовано от лаборатории Центра генопедемиологии более 1600 клещей. Из них 1500, чуть более 1500 были именно сняты с людей. Около 30 клещей уже исследовали на вирус клещевого энцефалита. Ну, соответственно, результаты на сегодняшний день отрицательные. Миф второй. Клещи переносят только энцефалит. Это, конечно же, не так. Таежные и лесные европейские клещи переносят около семи опасных заболеваний. Стоит отметить, что самый страшный из них – энцефалит – жителям Чувашии не грозит. За всю историю наблюдения в Чувашской республике нет ни одного случая своего заражения клещевым энцефалитом. Они могут быть у нас только завозные. Ближайшие наши соседи, у которых есть такая проблема, наверное, это Ижевск. А вот с болезнью лайма или боррелиозом республиканские инфекционисты встречаются довольно-таки часто. В месте укуса, примерно через 7-10 дней, мы уже можем забыть про это место укуса и даже не вспоминать, вдруг появляется опять какая-то болезненность, сжение, и появляется красное пятно папула. Это пятно затем увеличится в размерах. Вот это местная форма кожная, первичная. Если мы с вами это заболевание нашли, вот, как говорится, диагностировали на этой кожной форме, оно очень хорошо лечится. Третий. Клещи живут на деревьях и прыгают на жертву с высоты. На самом деле клещи очень боятся высоты. Чаще всего насекомые прыгают на жертву с травы. Когда мы с вами попадаем в лес, самка нас уже чувствует за 10 метров. Мало того, то есть она не в ожидательной позиции, то есть она преследует нас. И этот процесс, вот, поиска вот этого места для укуса, он продолжается обычно от 40 минут до часа. Четвертый. Клеща легко удалить с помощью растительного масла. Правильнее так. Клеща легко умертвить с помощью растительного масла. Щедро обмазывая дыхательное брюшко клеща маслом, мы перекрываем ему кислород. Облитый маслом клещ часто умирает раньше, чем успевает отцепиться от жертвы. Таким образом, из ранки иногда приходится извлекать мертвого клеща, который, к тому же, становится еще и более хрупким, то есть легко разрывается на части. Самый разумный способ удалить клеща – обратиться в ближайший травмпункт. Грамотные специалисты извлекут клеща при помощи медицинских инструментов. Пятый. Клещей привлекает светлая одежда. В действительности, органы зрения клещей организованы слишком примитивно, чтобы разбирать свет. Поэтому следует честно признать – клещи нападают на всех без исключения. Защитить от них может только грамотно подобранная одежда. Выдевать противогаз и общевойсковой защитный костюм совсем не обязательно. Достаточно вместо майки надеть куртку, вместо шорт – спортивные брюки. Обязательно, чтобы в надежде были такие манжеты, чтобы клещи не могли проникнуть под одежду. На голову обязательно нужно надеть косынку. Дарин, по мне кто-то ползет! Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Сергей Адышкин. Республика. Танцы без возрастных границ. В клубе «Браво» этому искусству готовы обучать и молодых, и тех, кто находится в элегантном возрасте. И делает это уже 10 лет. Коллектив готовится отмечать юбилей, как всегда, на сцене. Вместо того, чтобы проводить вечер дома перед телевизором, они спешат сюда, во дворец культуры «Салют» на репетицию. Они давно состоялись в жизни, вырастили детей. Кто-то уже даже стал бабушкой и дедушкой. Теперь их увлечение – танцы. Галина и Петр Евдокимовы – одни из первых, кто пришел в «Браво». Семейная пара признается, на первых парах было очень сложно. В один прекрасный вечер она пришла и сказала, что вот я записал в кружок, надо мне искать партнера. Я подумал, а зачем ей, при живом муж, партнера. И вот решил тоже пойти. Вначале было как-то странно, но потом свыкся с этой участией. И сейчас с удовольствием хожу. Вот уже 10 лет. Первое время было просто, как мы притирались друг к другу, как совершенно чужие люди были. Дома мы репетируем. Почему репетируем? Потому что частенько нам приходится выступать на юбилеях. Нас приглашают в деревню, выступить на концерте сельском. Мы с удовольствием спеть и танцуем. Жизнь только начинается на пенсии, когда ты можешь заняться тем, чем ты хочешь. А вот Николай и Елена Бариновы начали танцевать благодаря своим детям. Нас на танцы привела дочка. Если родители детей приводят, нас дочка привела. Она занималась у Сергея Игоревича, а сама выросла, а мы остались. Иногда хочется бросить, а потом думаешь, ну, в это время будешь лежать перед телевизором. А когда идешь на танцы, во-первых, мы двигаемся, во-вторых, хочется оставаться молодыми, красивыми. Со своими подопечными Сергей Ерудкин разучивает те же танцы, что и с детьми. Никаких скидок на возраст. На репетициях требует, чтобы каждое па выполняли правильно. Растянули спиночки. Главное, не забудьте, что вы артисты. Вы не для себя только танцуете, вы на сцену выходите. Поэтому зритель хочет красоту видеть. Зато его возрастные танцоры могут похвастаться тем, что танцуют все от венского вальса, танго, квикстепа до самбы, ча-ча-ча, румбы и джайва. Мужчины разучили даже специфические танцевальные движения в стиле Майкла Джексона. Причем балетмейстер отмечает, что медали, кубки, грамоты – не самоцель. Главное, чтобы танцы приносили удовольствие. У меня цель была сплотить коллектив, чтобы они могли сюда ко мне прийти, отдаваться всей душой танцу и благодарить себе и Богу, что они этим могут заниматься. Так что юбилейный концерт станет еще одним подтверждением, что возраст танцам не помеха и свое здоровье можно укреплять и в вихре движений. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях. Увидимся в эфире «Национального» и «Слевидниче» уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова